Это видео не покажут по телевидению. Соловьёв и другие продажные СМИ не расскажут об этом случае. На этом видео раненый армянский диверсант, который готовил террористические атаки на азербайджанские посты. Азербайджанские военные оказывают ему первую медицинскую помощь. А это второй выживший армянский диверсант, которого тоже везут в больницу в Баку. Ты можешь матом не разговаривать, разговаривай культурно. Весь его взвод мы уничтожили, остался вот он один. Не знаем, выживет, не выживет. Ранение у него. Кидался в нас гранатами, но мы его подстрелили. Принеси трубку для переливания крови. Под голову что-нибудь положите ему. На его печени срочная операция должна быть. Больше никак. Медбрат, вкали ему обезболивающее. Да я уже вколол. Ну ещё один вкали тогда. Накрой рану чем-нибудь, чтобы микробы не попали. Кровотечение небольшое, подожди. Если ещё одно обезболивающее сделать нельзя, разве? Повара позовите, дайте ему что-нибудь покушать хоть. Вот, везём армянского военного, диверсант. Пришли взорвать наши посты, закидали нас гранатами. Двое выжили, везём сейчас в Баку. В первую очередь нам нужно обменять на наших солдат. Живыми и невредимыми. Я уверен, что кроме нашего ютуб-канала, ни в каком русскоязычном сегменте это видео не покажут. Я хочу попросить азербайджанцев, чтобы они скачали это видео к себе на сайте, в инстаграме. И отметили Соловьёва и всех этих людей, которые постоянно осуждают и ведут агрессию против Азербайджана. Нужно показать, как азербайджанские военные помогают своим врагам. Чисто по-человечески. А то любят в армянских СМИ показывать фейковые новости. Показывать азербайджанцев какими-то животными и непонятными существами. Я полностью солидарен с этими солдатами, которые спасли этих армянских диверсантов. Война войной, но всё равно, когда лицом к лицу приходишь с человеком, ты понимаешь, что он всё-таки человек, и у него есть мама, папа, родные. И его отправили на эту войну вот эти люди. Кстати, случилось это совершенно недавно, буквально вчера. А это значит, что 10 ноября был подписан договор трёхсторонний о прекращении войны. Но почему-то армянские военные, армянское правительство не успокаивается. Отправляет диверсантов взрывать пасты азербайджанские. Должны понять, что всё, Армения проиграла. Зачем после драки махать своими руками? Отправляете вот этих молодых ребят на смерть. Вы что думаете, там азербайджанские военные цыплята, что ли, воевать не умеют? В азербайджанской армии ещё те львы, ещё те волки, которые за 5 секунд могут уничтожить врага. Жалко, конечно, парни молодые. Их повезут сейчас в Баку, их там вылечат, сделают операции, а после чего поменяют на своих пленных. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм и на мой телеграм-канал. Только там я публикую самые свежие новости, которые ютуб не разрешает публиковать здесь. Поэтому переходите и смотрите без цензуры. Друзья, в Карабахской войне воевали дети бедных людей. Ни одного сына, депутата или чиновника на войне в Карабахе не было. Многие азербайджанские солдаты остались без ног, без рук, без зрения. И многим из них нужна помощь. Давайте поможем нашим братьям, солдатам и матерям, которые сейчас живут в ужасных условиях. Я оставлю свои реквизиты со своими данными. Позже средства мы перечислим по золотой короне. Иншаллах сделаем видеосюжет о нашей помощи и разместим на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok